Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Скользкие дороги. Ледяной дождь проверяет республику на прочность. Чебоксарские строители настолько суровы. Столицы Чувашии клали асфальт прямо во время ледяного дождя. На здоровье представители надзорных ведомств и исполняющие обязанности главы города Чебоксара отобедали в 43-й Чебоксарской школе. Республика проходит испытания гололедом. Накануне Чуваши накрыл мощный антициклон с мокрым снегом и ветром. Ночью из-за минусовых температур многие улицы стали одним большим катком. Как пережили этот день жители республики? Дмитрий Ковалев подготовил специальный репортаж с улиц. Утренний час пик. Если городские трассы посыпали реагентами вовремя, то по дорогам в частном секторе машины передвигались с трудом. Ледяная корка образовалась и на тротуарах. По ним пешеходы передвигались словно по минному полю. Непогода испытала коммунальщиков на прочность. Их работой многие горожане остались недовольны. Каток сплошной. Да невозможно ходить. Мы ушли по трассе. Пока дома сюда добирались. Нигде не посыпали даже. Как справляетесь? Под ручку. Как-нибудь. Сегодня было непросто подобраться и ко второй городской больнице. Здесь за уборку территории отвечает частная компания. На условия договора, говорит главный врач, подрядчики не соблюдают. Начать расчистку дорожек ото льда были обязаны еще накануне, но рабочие приехали сюда только с утра. В итоге тротуар превратился в каток. Обслуживающая компания на сегодняшнее утро не обеспечила антигололедные мероприятия. Как организован процесс нашей страны? В настоящее время ведутся посыпочные работы. Соляной смесью посыпаются дорожки. Персонал больницы на крыльце встречает пациентов, которые заходят в поликлинику для минимизации травматизации людей. Из-за гололеда увеличилось количество пациентов в травматологических отделениях. Но некоторые медицинские организации к такому ажиотажу оказались не готовы. Начало рабочего дня БСМП у кабинета травматолога выстроилась большая очередь. Скорой вызвала 5 часов, привезли сюда. Сейчас не могу больничной это получать. Стою. Вот 2 часа практически тут сидим. А что врачи там говорят? Ничего не говорят. Вот я сижу с такой рукой, вот я не знаю дальше что еще. Сколько тут еще просидеть? В БСМП отмечают, не хватает рабочих рук. Ночью и утром пациентов обслуживал только один врач. Справиться с большим количеством травмированных людей медикам сложно, но они ищут пути. Неравномерно идет поступление. Сначала доктор справляется. Когда одновременно поступает множество человек. Конечно, подмога есть. У нас дежурит бригада из 4-х человек. Это она занимается в кровосуточном указании помощи. Это 2 нейрохирурга, 2 травматолога. Один травматолог в травмпункте. Как только ему требуется помощь, естественно, подсоединяются другие врачи. Но вы наш травмпункт видели. Там, конечно, помещение на один пост. Сейчас мы его расширим, организуем другой кабинет. В городской клинической больнице номер 1 мобилизованы сразу 6 травматологов. Только с утра за помощью к ним обратились более 90 человек. Заместитель главного врача отмечает, медики стараются сделать все, чтобы люди не простаивали в очередях. Мы организовали резервные койки в стационарных отделениях, чтобы, если травматология переполнится, чтобы пациенты не остались без стационарной помощи. Работают в круглосуточном режиме рентген-кабинет. Мы сразу же проводим рентген-исследование, проводим прием анализы крови. В штатном режиме работает и Новочебоксарская городская больница. Два врача на приеме, еще два травматолога оперируют пациентов. Проблем, отмечают медики, пока не возникает. В помощь медицинские сестры. В принципе, потоки регулируются. Были и переломы, и идут операции в операционных. В целом справляемся. В детской клинической больнице Чебоксар к приему травмированных пациентов также подготовились. На работу врачей претензий не поступало, обошлось без очередей. Но путь к республиканской детской поликлинике все равно тернистый. Площадка для машины, пешеходные дорожки, покрытые толстым слоем льда. 10 часов и 40 минут утра, а эту территорию так и не обработали реагентами. В Минздраве республики говорят, что этот день для травмпунктов выдался непростым. За помощью медиков с переломами обратилось порядка 500 человек. Особенно утром травмпункты испытывали сложности, потому что одновременно было большое поступление. Поэтому усиливали работу травмпунктов дополнительно врачи, дополнительно медицинские сестры. Но может быть, были моменты, когда было наслоение и было сразу несколько пострадавших. Но сейчас вся работа ведется в штатном режиме. Руководитель ведомства отмечает, травматологическую службу усилят в выходные дни. Синоптики вновь прогнозируют гололед, метель и налипание мокрого снега. Медриковалев, Сергей Адушкин, Республика. В Чубаксарском аэропорту ЧП самолет, выполнявший рейсы из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились почти 200 человек. К счастью, никто не пострадал. После обильного ледяного дождя взлетно-посадочная полоса была обработана реагентом. Самолет из Санкт-Петербурга успешно приземлился, а вот обработать перед посадкой московского борта не было возможности. ЧП в аэропорту сегодня утром премьер-министр Иван Моторин обсудил с министром транспорта Михаилом Резниковым. Дождь шел, и ситуация менялась буквально каждые 5 минут. И при, естественно, при посадке, удачной, можно сказать, посадке, нормальной штатной посадке самолета, который летел из Москвы, да, борт Победы. И уже при развороте, развороте, передняя стойка вышла за пределы взлетной полосы. И, естественно, это нештатная ситуация. Пришлось эвакуировать пассажиров непосредственно на взлетной посадке, полосе. Значит, были доставлены вовремя своевременно автобусы. Конечно, мы к этому до конца не были готовы. Пришлось вызывать дежурных водителей. Шесть автобусов были вызваны в аэропорт. Самолет всю ночь и весь день пятницы находился в аэропорту. Сегодня спецтехника обрабатывала взлетно-посадочную полосу, чтобы возобновить авиасообщение. В Чебоксар этим московским рейсом прилетел министр экономического развития Владимир Аврелькин. Сидел у иллюминатора, и посадка была очень комфортной, без каких-либо эссов, и ничего не предвещало каких-то опасностей. Ну, впоследствии самолет выкатился за пределы взлета от посадочной полосы. Мы даже не поняли, что мы выкатились на самом деле. И настолько все мягко произошло, это надо отдать должное командиру экипажа, и бортпроводникам, которые профессионально вели себя в данной ситуации. И только как мы остановились, и долгое время нас не пускали с самолета. Инцидент с московским бортом произошел накануне в половине одиннадцатого вечера. Следующий самолет должен был приземлиться в Чебоксарах через час, в половине двенадцатого. Но он сел в Казани. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Республика. И из-за непогоды в ряде населенных пунктов Республики в субботу, 12 ноября, отменяются занятия для школьников. На завтра мы предполагаем, что погода будет не лучше, поэтому во многих муниципалитетах принято решение не отменять. И в то же время в других муниципалитетах отменены занятия начального звена, так и в целом в школах. В частности, Новочебоксарск отменил занятия на завтра. Город Чебоксары отменил занятия для начального звена. В целом, для старших классов занятия не отменены. Что касается муниципалитетов, то тут такая тенденция, что южные районы, в частности, как АллатРовский район, Батровский, потом и Бресинский, Канарский, вот эти южные районы не отменяли занятия. А в других школах Чебоксарского района, Севинского района, далее Маринско-Пасадского района, в городе Шумерля отменены занятия для младших классов. В основной массе старшеклассники идут на занятия. Ну, это касается состояния вот такого момента на субботу. Что касается прогнозов погоды на понедельник, мы предполагаем, исходя из прогнозов синоптиков, что будет понижение температуры, уже вечером, в воскресенье, будем принимать решение, где надо будет необходимо отменять, где также дети пойдут в штатном режиме в школу. Странная реакция у некоторых бывает на капризы природы. Большинство борются с нежелательными последствиями, другие умудряются под ледяным дождем ремонтировать, вы не поверите, дороги. Вот так, накануне вечером рабочие строительной фирмы, несмотря на ледяной дождь и ветер, укладывали асфальт. Это видео было опубликовано буквально сразу после съемки на автопортале «За рулем». Остряки сразу предложили к этому видео мелодию песни «Что мне снег, что мне зной». И вот как прокомментировали нам эту ситуацию в столичном управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 12 сентября был заключен контракт с подрядной организацией «Гарант» на выполнение работ по восстановлению гарантийных участков по базовому проезду. Вчера в нарушении технологий при наличии ледяного дождя проводились работы, что является прямым нарушением выполняемых работ. Данный вид работ приняты не будут. К другим новостям. Отравление детей в 43-й Чебоксарской школе вызвало широкий общественный резонанс. Многочисленные проверки выявили серьезное нарушение технологий и условий приготовления пищи, а также несоблюдение правил дезинфекции. Во время школьных осенних каникул руководство школы и комбинат питания должны были устранить все замечания. Насколько теперь безопасно питаться в школьной столовой узнавали представители надзорных ведомств и исполняющие обязанности главы города Чебоксара Ирина Клементьева. Сегодня в меню солянка, картофельное пюре с рыбой и компот. Школьники уплетают обед, что называется, за обе щеки. Поверить в то, что совсем недавно здесь вместе с едой в комплекте шла кишечная палочка, сложно. Однако факты говорят сами за себя. 20 ребят попали на больничные койки. После того, как были выявлены эти замечания, была проведена заключительная дезинфекция всего пищеблока, всех производственных стыков в столовой. Отобраны все пробы, суточные пробы, пробы готовой продукции, сырья. На данный момент не все еще результаты пока готовы, потому что проверка будет проводиться до 23 ноября. Но и без готовых анализов положительные изменения уже видны. Сейчас мы смотрим, уборка идет вовсю, потому что первый раз протерли, второй раз протерли. Мы это видим. Журнал бракеражных пищевых продуктов и продовольственных сырья. Были у нас нарушения оформления таких документов. Мы требуем все-таки серьезного подхода к оформлению таких журналов. Потому что, если хорошо проверили, правильно записали, то это в любой момент можно проконтролировать. И мы, в общем-то, по тому дня видели, что не очень правильно оформление было документов. Новая раковина и ванна для мытья баков. Оборудованное овощехранилище, небольшой косметический ремонт. Руководство комбината школьного питания устранило все предписания. Теперь на кухне все соответствует требованиям Санпина. Большая работа здесь была проведена с персоналом. Это в первую очередь, потому что это человеческий фактор. Здесь была сделана отработка блюд. Здесь работа была проведена с технологическими картами. На сегодняшний день самое главное еще раз взять все под контроль, повысить ответственность. И чтобы подобного не повторилось. Кроме школьной столовой, представители надзорных ведомств и столичной администрации осмотрели и учебные кабинеты. В последнее время в каждом классе используют бутилированную воду. Ее качество – отдельный вопрос. Кто проверяет внутри школы? У нас есть фельдшер, врач. Она проверяет в журнале, где пишут об этой проверке. Обязательно. И потом еще в школе есть закрепленный замдиректора, который обязательно за этим следит. То есть то, что я спрашиваю, должно быть у вас оформлено? По плану внутришкольного контроля у нас имеются проверки, имеются справки, имеются документы. Поэтому за этим мы строго следим. В целом проверка не выявила серьезных нарушений. Те замечания, которые сделаны, легко устранимы. Такие проверки надо постоянно проводить, чтобы опять напоминали, что мыть руки – это очень важно. Промывать помпы – это очень важно. Иметь сертификаты на воду – это тоже важно. Ну а столовая – это еще тем более то место, где должно быть все чисто, аккуратно, с требованием СанПИНа, безусловное исполнение. Работы по организации безопасного питания предстоит немало. В ближайшее время сформируют специальные комиссии, организуют семинары для технологов пищевых комбинатов. Для родителей работает горячая линия управления образования. Ни одна жалоба не останется без внимания. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Госдума России в пятницу приняла в третьем окончательном чтении закона о единовременной выплате 5000 рублей пенсионерам. Вот как новый закон нам прокомментировала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, вот этот законопроект был дополнен положением о осуществлении такой выплаты еще военным пенсионерам и приравненным к ней категориям. То есть теперь такую выплату в размере 5000 рублей смогут получить все категории пенсионеров, причем без подачи заявления и независимо от того, работающий пенсионер или не работающий. А сами выплаты будут освобождены от налогов. В Республике готовится отметить два юбилея – 550-летие основания города Чебоксары и 100-летие образования Чувашской автономной области. В Доме правительства прошло заседание рабочей группы по подготовке и проведению памятных дат. На заседании рассмотрели заявку Чуваши на предоставление субсидий с федерального бюджета на подготовку празднования. Заявка должна быть направлена не позднее 1 мая 2017 года. Премьер-министр Иван Маторин просил не затягивать с оформлением документов, ведь речь идет о сумме в 430 миллионов рублей. Они уйдут не только на организацию праздничных мероприятий, но и на строительство и реконструкцию особо важных социальных объектов. Софинансирование программы предусмотрено и в республиканском бюджете. 13 ноября – Всемирный день слепых. Накануне в Чебоксарской специализированной библиотеке имени Льва Толстого состоялся финал 8-го республиканского турнира незрячих интеллектуалов «Эрудит». Интеграция инвалидов по зрению в общество и популяризация научных знаний – вот основные задачи турнира. В этом году турнир посвящен году российского кино. Он проходил в два этапа. Сначала участники демонстрировали свои творческие способности, затем – интеллектуальные. Готовимся мы, как говорится, почти год. Читаешь что-то, разные произведения, знакомишься, изучаешь, перебираешь все в памяти. Ну, как бы расширяем свой кругозор. Больше всего интеллектуалов оказалось в канарской команде «Круиз». Кстати, участвуют в турнире люди разных возрастов. Сплав молодости и опыта помогают добиться хороших результатов. А главное – дают уверенность в своих силах. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу гость студии, руководитель отдела молодежи администрации Чебоксара Эльдар Черкесов. Речь пойдет о волонтерском движении. А наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова